всем привет у меня небольшая покатушечка на шульце а точнее решил устроить небольшую обкатку своей новой трансмиссии на шульце если кто не смотрел ролик по ее установке то ссылочка будет в описании маршрут небольшой где-то километров 100 максимум вот уже выезжаем из-за города кстати еду не один с товарищем взял с собой камеру может чем-нибудь на снимаю так что усаживайтесь поудобнее всем приятного просмотра поехали а сегодня погодка конечно просто шепчет просто не представляете как тепло и как я давно хотел уже выбрать хоть куда-то хотя бы на день 1050 на часах 17 градусов так что у нас уже полноценная весна аисты почти на каждом столбе гнездо и аисты селят я думаю что сегодня будет прохладнее тепловато оделся а погодка сегодня конечно просто шепчет на велокомпе уже 20 градусов конец марта где-то еще снег лежит а у нас здесь реально уже можно в шортах ездить если не холодный этот ветерок я пошли наверно бы и в майке сюда не ездил ни разу и а и и и Классно, когда тихая деревня, тишина, птички. Погода просто обалдеть, на зависть всем, кстати, я очень переживал, что после Фантома на Джирик сяду на Шульц и захочу его продать. Ну вот, я уже проехал 45 километров, и большой разницы, тем более в 2000 долларов я точно не увидел. Тормозит, все офигенно переключается, очень доволен, что перешел на СРЭМ. Тишина, лес, идеальный асфальт. Было бы гравей немного, да? Ну не, было бы классно, даже если бы тут гравейка была. Ну да. Шульцарка. 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 Опять ветерок. Надеюсь, меня там слышно. Сейчас будем искать, где можно сделать небольшой перерывчик, посидеть, перекусить. Может заварить кофе. Потому что я уже соскучился по кофе с пакетиком. За зиму. Единственное, что бы я поменял, все-таки спереди нужно звезду побольше поставить, потому что если хочешь разогнаться, то не хватает. Звезды передней. 40 километров максималка. Книга. Факетика. Книга. Факетик. 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 Ну что, друзья, пришло время, наверное, рассказать о своих впечатлениях. Но жалею я или нет, что поменял трансмиссию. Мои впечатления за больше, чем 100 километров, которые я проехал за один присест. В целом, впечатления только положительные, потому что я уже давно мечтал поставить дуалы. Пользоваться передачами стало намного проще и быстрее все это происходит, действие. Особенно, когда нужно быстро переключиться на нужную передачу. В самом начале, когда я только начал ехать, иногда мне хотелось пользоваться тормозным рычагом, как переключателем. Знаете, потому что я до этого же ездил на дуалах только шаман. У них тормозной рычаг, он же и переключает. Я даже поначалу думал, что я его вырву. Но через километров 20-30 где-то рука уже привыкла. И переключался я уже только нужным флажком. Цепь, кстати, я не отмывал от заводской смазки, а решил проехать на ней. И вот, что с ней стало после 100 километров. Задним переключателем я тоже очень доволен. Здесь очень классная пружина стоит. Я думаю, что многие заметили, что я не менял звезду на системе. Потому что многие в комментариях написали, что на ней можно ездить и ездить. Я послушался вас, решил оставить ее еще на этот сезон. Но все-таки мне ее придется поменять, потому что мне не хватает скорости. Маловато зубов на данной звезде. Потому что на самой шустрой передаче я еду где-то примерно 40-42 километра. Это по прямой. Я думаю, что это маловато. Потому что иногда хочется втопить. И эта звезда меня тормозит. В целом, байк полностью готов к сезону. Надеюсь, он в этом году меня не подведет. Погодка сегодня, конечно. 30 марта, 25 градусов. Немножко изменил внешний вид рамы. Я говорю о надписях. Я их заклеил черной пленкой. И мне кажется, так смотрится намного лучше. Вот такой получился небольшой. Но, надеюсь, интересный для вас ролик. Жду вас в комментариях. Ну и не забывайте там лайкнуть. Ну, ютубчик это все любит. Чтобы ролик набрал хоть чуть-чуть просмотров. Чтобы про канал узнал побольше людей. Все. Большое спасибо за просмотр. Увидимся в будущем. Субтитры сделал DimaTorzok